Итак, сразу шесть атак в разных точках Парижа за минувшую ночь. Хронология событий у Григория Емельянова. Когда поздно вечером раздался первый взрыв у стадиона Стад де Франс, где в тот момент проходил товарищеский матч между французской и немецкой командами, десятки тысяч зрителей не сразу поняли, что происходит. А охрана уже выводила с трибуны высокопоставленных болельщиков. Президента Оланда, он сразу же отправляется на совещание с министрами, и главу МИД Германии Штайнмайера. Матч, однако же, не прерывают, считая, что на стадионе огромному количеству людей будет безопаснее, чем за его пределами, где один за другим гремят взрывы. Я услышал один взрыв, а спустя 10-15 минут еще два подряд, и через какое-то время четвертый. Свидетелем того, что происходило на Стад де Франс, был болельщик из России Михаил Маштаков. В Париже сейчас находятся несколько тысяч наших сограждан. По данным посольства, пострадавших среди них нет. Когда прозвучали первые взрывы, люди ничего не поняли, и матч не был остановлен. Матч закончился, и входы были, насколько я понял, перекрыты. Поэтому люди, собственно, не могли покинуть свои места, и поэтому очень много людей начало выходить на поле. Но, естественно, была очень нервная обстановка, потому что все люди понимали и уже знали про то, что случилось в театре, и про то, что это не только взрывы около стадиона, поэтому, если честно, как-то за путь домой было немножко больно. Когда через несколько часов людей выпустили со стадиона, они подбадривали себя и замерший город Марсельезой. Но первой реакцией были непонимание и шок. Практически одновременно с атакой у стадиона сигналы бедствия приходят из 10-го и 11-го округов города. Начинается стрельба у двух ресторанов – «Ля Белекип» и «Пти Камбодж». Тревожные сообщения поступают от концертного зала «Батаклан». Там террористы взяли заложников. Еще один сигнал бедствия из торгового центра «Ле Аль». Еще один с бульвара «Вольтер». Пройдет некоторое время, прежде чем спецслужбы смогут оценить истинный масштаб трагедии. Мы работаем на шести точках. Стад де Франс, где есть несколько погибших, мы не знаем точного числа. Бульвар де Шарон, там на данный момент 18 убитых. Бульвар «Вольтер» – один убитый. Рю де ля Фонтен-Уруа – пятеро погибших. Рю Алибер – четырнадцать погибших и много серьезно раненых. Если мы добавим сюда предварительные цифры по концертному залу «Батаклан», получим огромное количество жертв. Как минимум 120 человек. Как минимум. В течение ночи цифры только растут. Эпицентром событий был «Батаклан». В момент, когда на него напали, там проходил рок-концерт. Неизвестные, обстреляв охранявшую здание полицию, ворвались внутрь с криками «Это вам за Сирию!» и открыли беспорядочный огонь по зрителям. Мы услышали стрельбу, обернулись. И увидели двоих молодых людей, не старше 25-ти, с автоматами. Одного я разглядел хорошо, весь в черном. Он был спокоен, абсолютно спокоен. Это было так удивительно. Они приказали всем лечь. Точнее, один из них дал знак нам ложиться. Мы рухнули на пол. На меня повалились другие люди. Помню, еще сомневался, боевые ли у них патроны. Но тут они застрелили кого-то, и я все понял. Они периодически стреляли, потом пауза, и снова стрельба. Спецназ смог пойти на штурм лишь через полтора часа. К этому моменту ясно. Счет погибшим в Батаклане перевалил за сотню. Террористы планомерно расстреливают заложников. Спасенные из концертного зала описывают леденящие кровь картины. Нам удалось ускользнуть через дверь у сцены. Мы сидели в маленькой комнате. 25 человек сидели два часа друг на друге и слушали, что происходит там, в зале. Стрельба, крики, звуки, как в камере пыток. Когда нас выводили полицейские, это была кровавая баня. Жуткая бойня, повсюду убитые. Такой же кошмар в других районах города. Страшные фотоснимки и фрагменты видеозаписей на мобильный телефон от расстрелянного ресторана. Всюду кровь. На полу лежат раненые и убитые. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ, запрещенная в ряде государств, в том числе в нашей стране. Мы продолжим беспощадную борьбу с террористами. Если они совершают подобные зверства, пусть знают, они столкнулись с единой Францией. Франция покажет, что не даст себя запугать. Президент Алант подтвердил, теракты были спланированы из-за границы. Один из очевидцев вроде бы видел на машине, на которой приехала одна из групп нападавших, бельгийские номера. При этом были также и сообщения, что террористы – французские граждане. Как бы то ни было, президентским указом закрыты государственные границы. По всей территории Франции вводится чрезвычайное положение. Алант отменил визит в Турцию на саммит Большой двадцатки. Сегодня в Париже не работают общественные учреждения, школы, музеи, библиотеки, спортивные заведения, рынки. На помощь столичной полиции, без того усиленной, стянуты полторы тысячи военных. Григорий Емельянов, Роман Гусь, Кирилл Данилов, Первый канал.